Иваново! Город спорта, город молодежи! Давай покажем всему миру, что мы можем! Пускай не самый крупный город наш, но все же мы город спорта, город молодежи! Иваново сделало еще один шаг для того, чтобы называться городом спорта. Скейтпарк, о котором так много говорили, наконец-таки открыт. В день молодежи здесь собрались любители экстрима. Они долго просили у администрации подобную площадку. И вот дождались. До этого приходилось тренироваться на улице, в местах, не приспособленных для столь опасных пируэтов. К счастью юных спортсменов, Иваново начинает усиленную гонку за званием молодежной столицы 2015. А потому строить будут. И не только дворцы. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать здесь хорошую площадку волейбольную и площадку для занятий баскетболом. Вот в этом направлении будем двигаться. Под скейтпарк выделена весьма скромная по площади территория. Однако, придя сюда, адреналин можно получить всевозможными способами. Ролики, скейтборды, велосипеды, паркур. В первый же день посоревноваться в экстремальном мастерстве решили ребята из Иваново, Костромы и Ярославля. Сегодня мы проведем соревнования по фрирану. Это сейчас как раз мы находимся на паркур-площадке. Это перемещение пространств, делая разные трюки, сальто и другие фишки. Также проведем соревнования по BMX-стриту. Это катание на велосипедах. Проведем показательные выступления по агрессивным роликам и соревнования под скейтбордом. Для того, чтобы заниматься здесь можно было в любую погоду и в любое время года, необходим навес. Его проектировщики не предусмотрели. Травмоопасна и паркур-зона, особенно для новичков. Пока асфальт, так не особо безопасно. Ну, натаскаем матрасов, сами уж от себя нормально будет. Пока травм не было. Просто люди, которые долго прыгают, им как бы все равно в основном. Они нормально признаются. А кто новички, им здесь опасны. Абонемент на посещение выдает региональная федерация экстремальных видов спорта. Эта же федерация предусматривает обязательное наличие шлема у посетителей скейтпарка. Однако на открытии о безопасности не позаботился практически никто. Организаторы пообещали нам, что такой экстремальный спорт, граничащий с дикостью, здесь в первый и последний раз. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.